Тем временем в Новосибирске появились заправочные станции, где почти нет очередей, а топливо стоит дешевле. Это специальный автоматизированный АЗС. Николай Сальников расскажет подробнее. Этой весной в Новосибирске заработало 7 автоматических заправочных станций. На этих АЗС нет операторов. Клиенты заправляются и оплачивают топливо самостоятельно. Время заправки не превышает 3-4 минут. Это быстро и удобно, хоть и пока непривычно. Дает ли автомат сдачу? Что делать, если терминал завис? За ответами съемочная группа отправилась на одну из таких станций. Нажимаете на экране «Заправиться». Выбираете номер колонки, вид топлива. Если пистолет снят, система определяет его автоматически. Выбираете вид оплаты, картой или наличными. Нажимаете «Оплатить». Важный момент. Если вы расплачиваетесь наличными и заправились не на всю сумму, терминал вернет сдачу, но не купюрами, а ваучером на неиспользованный остаток. Его вы сможете использовать для оплаты топлива в следующий раз, но только на этой же АЗС. Сначала, конечно, было непривычно. Куда нажать, что со сдачей, как бонусами заплатить. Сейчас разобралась, привыкла, но оказалось не сложнее, чем деньги с банкомата снять. Если что-то не получается, всегда можно обратиться за помощью к оператору, а в будущем – к диспетчеру удаленного центра, для связи с которым на терминале имеется специальная кнопка. Каждая автоматическая АЗС – это сложное и, что важно, индивидуальное технологическое решение. Выход новой автоматической АЗС на бесперебойный режим работы занимает от двух до трех недель. На автоматической АЗС автомобилистам предлагается самое главное – топливо и ничего лишнего. Вдобавок к этому, горючее здесь несколько дешевле. Многим новосибирцам такое новшество уже пришлось по душе.